Приветствую вас! Я бы для начала рекомендовал бы обратиться к врачу, психотерапевту, либо психиатру, для диагностирования у вас возможно заболевание депрессии и, соответственно, уже после вердикта о том, что у вас депрессии нет или наоборот, что депрессия есть, уже корректировать тогда ваше лечение, реабилитацию и психотерапию, потому что проблемы у вас есть, это в основном проблема, которая называется безрадость. Вот это такой жизненный сценарий, когда человек действует только так, как нужно другим, но не действует так, как нужно ему. И, соответственно, вами было принято решение, ну, такого типа. Вами было принято решение, чтобы, значит, не жить для себя, а жить для других. Вот. И, соответственно, вы таким путем по жизни своей и шли. До порыва, до времени это работало, вот, а теперь, потом это работать перестало. Но вы, вы по инерции, конечно, продолжаете двигаться в этом направлении. Отсюда и навязчивые мысли о парне, потому что для вас это, по сути дела, единственное проявление свободы, единственное проявление какой-то радости, для вас это единственное проявление вашей самобытности может быть и так далее. То есть, вот, действительно, а о чём вы спрашиваете вообще тогда думать? Это вам решать. То есть, я не думаю, что психологи имеют право говорить вам, как вам думать, например. Или, вот, вы ещё здесь задавали вопрос, что делать в свободное время. То есть, это вопросы, на которые вам нужно самой ответить. Но для этого нужно освободиться. Освободиться от гнета тех обязательств, от гнета тех ожиданий, от гнета того восприятия себя, которое у вас есть сейчас, и постепенно что-то пробовать. То есть, пробовать что-то новое. Значит, бассейн, да, чтение, рукоделие, это было актуально тогда. Но это совершенно очевидно не актуально сейчас, на данный момент. А значит, это вам уже не подходит. А значит, нужно корректировать своё поведение, вот. То есть, с одной стороны, это избавление от негативных установок и запретов, да. С другой стороны, это формирование своей личности. Ну, возможно, повышение самооценки. Возможно. Возможно. Вот. Хотя, конечно, это нужно уже смотреть. Ну, то есть, более предметно. Это нужно смотреть. Вот. Мне кажется, что так можно ответить вам на ваш вопрос. Дальше. Вы говорите, как поборовать одиночество. Побарывать одиночество нельзя. То есть, побарывать его, это значит подавлять. О. 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 Подавляя, вы себе не помогаете. Подавляя, вы делаете себе только хуже. По сути. Дел. Вот. Понимаете. Поэтому не подавлять нужно. А раскрыть. Раскрыть. То, что стоит за ним. За одиночество. То есть, грубо говоря. Если вы избавитесь от запретов. То вам будет легче принимать себя. Значит, и одиночество вот так сильно тихотить вас не будет. Вот. Ну и, конечно, очень важна эта история о том, что произошло с друзьями. То есть, раз общение сошло на нет. Значит, вполне вероятно, что, может быть, вы и не были никогда близки по-настоящему. Вот. А если ваш мужчина, да, не ценит вас, то есть, если вот он занят, да, вы о нем думаете постоянно, то это самооценка и потребность в нем. Одно и другое также нужно корректировать. Вот. Все это можно сделать в процессе работы, на самом деле, с вами. Вот. Так что выбирайте себе психолога и начинайте работать. Вот. Вот. Пока я рекомендую вам просто подумать над своими ценностями. То есть, ну просто, какие у вас ценности вообще есть. Вот. Как вы их воплощаете в жизнь. Вот. И что вы никогда не пробовали. То есть, что вы могли бы попробовать из того, что никогда не пробовали. И исходя из того, какие у вас способности, какие у вас навыки есть. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.